Приветствую вас, друзья, и черных пакетов вам враги. Кадыровцы обосновались в одной из школ Херсонской области. Там они жили, радовались и снимали свои тиктоки. Но вот только страной своего пребывания они ошиблись, и ВСУ им любезно напомнили, кто в доме хозяин. После проведения разведки и выявления точного местонахождения кадыровцев, ВСУ нанесли удар из РСЗО «Хаймарс» по их базе, расположенной в школе. После удара они уже перестали быть такими улыбчивыми, как раньше. По предварительной информации, 40 кадыровцев было ликвидировано, и около 60 получили ранения различной степени тяжести. Российские чмобики продолжают ныть, что их кинули, что у них ничего нет, что они ничего не знают и так далее. 423-й ямпульский полк, 4-й гвардейской танковой дивизии, фантимирской. Стоим на переселе, что наше обеспечение. Патронов нет, гранат толку нет, жрачек нет, воды нет. Вот, ребята, говорите сейчас это все, потом мы воду принесли. Заводой 12 километров, блядь. Но это наш, блядь, шалаш, блядь, ничего не готового, блядь. Вот, да, командир, пятый мотострелковый рот, я бы скоро побить по полк, значит, вот как я здесь. Вот здесь передок. Нас без обучения, без всего отправили сюда. Везде нас наебали, с контимирской дивизии наебали постоянно. Никакого ни обучения, ни снежения нет. Люди приехали в своей форме. Покупаемся за свои деньги. Обеспечения нет, все покупали за свои деньги. А как ты хотел? Ты, наверное, забыл, что ты живешь на России, где процветает коррупция. ...и остались живы, в сырых палатках, под дождем на улице. И так до самого конца. Приехали сюда, вот наше обеспечение, это то, что мы сами смогли держать. Пешком, да. Пешком, да. Пешком, да. Пешком, да. 5 километров туда, 5 километров обратно. Задачи не ясны. Направление сил противника не ясны, связи нет. Обстрелы постоянные. Да, обстрелы бесконечные. Сегодня ночью 8,02. Трое раненые. 8,02 – это еще немного. Вон у кадыровцев 40,02. То ли еще будет. Потеряли один танк, трактор. И не поймем, где мы... Да, непонятно. Связи нету от слова совсем. Ну, соответственно, у каждого по 4 магазина. Вот и все. Такое у вас, например. А как же 2-я армия мира, можем повторить и так далее. Где боевой дух, где вера в светлое будущее? Теплого белья нет, заставили все бросить, блядь. Все вещи бросили, блядь, в этих. Вперед бегом, бегом, блядь. Стоим, блядь, в одних штанах. Да, гнали в попыхах. Бойные, блядь. Без оружия, то есть без патронов, блядь. Без гранат, нахуй. Без подсылков, блядь, без еды, без воды. Бизда, короче. Хуй знает. Да здравствует российская армия, блядь. Только беда дошла. Единственное для вас правильное решение – это сдаться в плен в СУ. Там вас накормят, напоят, обогреют и, самое главное, вы останетесь живыми. В противном случае, сегодняшние ваши проблемы через несколько дней уже не будут иметь никакого значения. Ведь какая разница двухсотому, сколько у него осталось магазинов и как далеко нужно ходить за водой.